Привет, я Наташа, и вы у меня на канале. И сегодня у нас долгожданное видео, по крайней мере, мною очень долгожданное, в котором я поделюсь с вами своими планами на эту осень. Как вы могли заметить, судя по отсутствию роликов на этом канале в течение четырех месяцев, я не летний человек, то есть я не люблю летнее вязание. Мне подавай шерсть, меринос и все такое подобное, и уберите от меня леный хлопок. Собственно, я ничего и не вязала все эти четыре месяца, пока отсутствовала на канале, кроме носков. Но об этом как-нибудь в другом видео я вам расскажу отдельно. А сегодня хочу поделиться с вами своими планами на эту осень. Это должны быть плодотворные три месяца, в которые мы с вами свяжем очень много интересных изделий. Сегодня хочу показать вам несколько работ, которые я запланировала к вязанию, но сразу скажу, что не обязательно все из них я свяжу. Возможно, я свяжу не только их, но и еще что-то. Это просто такие планы и цели, которые я себе ставлю на три месяца, а потом мы с вами посмотрим, что у меня получилось из этого выполнить, а что не получилось. Также покажу вам пряжу, из которой я собираюсь эти изделия вязать, потому что на все вещи, про которые я вам буду сегодня рассказывать, у меня уже подготовлена пряжа, а некоторые даже уже частично связаны, и я их буду перевязывать. И об этом как раз сейчас и поговорим. И первый мой план — это розовый кардиган с завязками на бантиках. Как раз-таки я вам не зря сказала, что у нас одно или несколько изделий будет связанными не с нуля, а перевязанными, и это как раз одно из них. Вот так сейчас выглядит кардиган, и я его буду распускать в ноль и перевязывать полностью на что-то новое. Давайте референс я вам ставлю где-то здесь или здесь по картинке, что я хочу из этого связать, но он вообще не похож на то, что я вяжу. Как вы можете заметить, это белая рубашка, а у меня розовый кардиган. Как же так? Но на самом деле приближенность к референсу у меня состоит в том, что я хочу, чтобы у меня были прямые рукава, которые не будут сужаться к низу, или немножко совсем будут сужаться. Я хочу V-образный вырез с бантиками, и я хочу сделать этот кардиган без обработки резинками. Я хочу сделать обработку либо в подгибку, либо айкордом. Айкордом, потому что у меня сами эти бантики будут вязаться айкордом, и вот обработка по линии планки точно будет вязаться айкордом, и, наверное, было бы неплохо сделать обработку и по низу, и по рукавам тоже айкордом. Но мне визуально больше нравится, как выглядит подгибка, и вязать на машине проще будет в подгибку. Ну, по крайней мере, потому что я умею вязать подгиб на машине. Теперь давайте расскажу про свой перевяз, почему он перевяз, и что пошло не так. Я вязала этот кардиган на машине, и перевязывать я планирую его тоже на машине. У меня SilverReed LK150, а до этого все свои вещи, которые я вязала на вязальной машине, у меня вязались на Неве 5. Ива 5 — это машина 5 класса, а SilverReed LK150 — это машина 4 класса. И, соответственно, игл у них разное количество. И когда я делала расчеты на этот кардиган, меня вообще не смутило то, что у меня по спинке конечные цифры уже после прибавок на скос рукава получается 170 игл. И я такая, ну, 170-170. Точнее, я вообще даже не обратила на это внимания. Я помню, что я обратила внимание на то, что у меня вначале должно быть меньше 150 игл. У меня как раз там 140 что-то получилось, или 142. Но я забыла то, что у меня идет расширение на скос рукава. И поэтому это я заметила, к сожалению, очень поздно, потому что я вам сейчас покажу, до какого этапа я связала. Вот где-то в момент, когда я довязывала вторую полочку, то есть у меня полностью связана одна полочка, полностью связана вторая полочка. Вот, кстати, я здесь делала подгиб по низу, сразу уже вывязывала его. И я, когда довязывала уже вторую полочку, только тогда я поняла, что что-то идет не так, и что сейчас мне предстоит набирать там 142 иглы, но после этого у меня будут прибавки. Я это поняла, я очень расстроилась, и я сначала ходила кругами и думала, ну ладно, сделаю со швом. Я даже связала половину спинки со швом, то есть то же самое, как перед, только здесь я не делала никаких убавок по этой части, чтобы сделать этот матрасным швом сшить. Но я поняла, что все-таки это мне не нравится, и решила полностью его перевязать, потому что есть еще одна причина, почему я не буду его довязывать. Ну и вторая причина, мне кажется, что он получился длинноватым, потому что я бы хотела, чтобы он сидел где-то чуть ниже талии, но в процессе расчетов я почему-то подумала, что, наверное, я хочу сделать его подлиннее по бедра, и так вышло, что он получился не туда и не седа, то есть он не прикрывает бедра мои полностью, и так, богатые вообще-то, секундочку, и не заканчивается там на талии или чуть ниже талии, где он откроет мою талию, потому что талия у меня узкая. И из-за этого получается, что он у меня заканчивается в самой широкой части, и мне кажется, что будет смотреться он не очень, то есть еще до сшивания примерно я это прикинула и поняла, что что-то идет не так, и в целом ничего страшного, что игл у меня и не хватило. Ну и, собственно, решение, которое я вам уже озвучила выше, это перевязать его полностью, то есть распустить в ноль. И я не просто буду делать перерасчеты, но я буду вязать в другое количество нитей, потому что, ну а как еще по-другому, чтобы у меня влезло на 150 игл, это без шва, никак, кроме как утолщать нить. Давайте расскажу про пряжу. Пряжа у меня вот такая вот, бобиночка, это еще осталось от, то есть я связала две полочки и половину спинки, у меня вот такое еще количество осталось. И вау, это даже родная бобинка, я здесь могу прочитать что-то. Это стопроцентный кардный меринос, метраж у нее 900 метров в 100 граммах, ну и цвет розовый, как вы можете понять. Она довольно мягкая, вязать приятно, после стирки она хорошо раскрывается и становится такой мягенькой. Ну в целом, наверное, как и все кардные мериносы, она очень приятно себя ведет, но это хороший кардный меринос в том плане, что он для меня приятен в вязании, у меня нет такого, что он не шкребет руки, как у меня было с какими-то другими артикулами, которые до стирки прям очень-очень сухие. Да, они после стирки супер классно раскрываются, но до стирки супер неприятно вязать. Здесь такого нет, здесь он мягкий уже изначально, поэтому в целом пряжа классная. Покупала вязи, как и все свои бобинки, на всякий случай ссылочку на все свои вот эти пряжи я оставлю в описании. Некоторых из них уже нет в наличии, но на всякий случай, мало ли вдруг кому-то пригодится. И метраж у нее получается 900 метров на 100 грамм. Я первую версию вязала в две нити, то есть получается метраж у меня был 450 метров на 100 грамм. И в итоге я буду это все распускать, и к этому распущенному полотну я буду добавлять третью ниточку мериноса, чтобы у меня в итоге метраж получился 300 метров на 100 грамм. Даже если у меня что-то не получится связать на машине, я это еще раз распущу и свяжу что-то из метража 300 метров на 100 грамм, потому что у этого всяко больше шансов, чем то, что я свяжу что-то руками из метража 450 метров на 100 грамм. Поэтому думаю, что ничего страшного от того, что я перемотаю вообще все эти сколько-то 400-500 грамм в такой метраж. Нет, мне кажется, все норм будет. По первому изделию это все. Давайте теперь перейдем к следующему. И второй план на осень это многострадальный. Тот, который я уже пытаюсь связать несколько лет. Свитер или джемпер для мужа. Да, уже мужа. Я вышла замуж. Для тех, кто не подписан на мой телеграм-канал, вы не знаете. Кто подписан, вы знаете. Спасибо. Спасибо за поздравление. Я уже который год обещаю связать ему джемпер. Точнее как, я даже вязала, я даже пыталась, но у меня ничего не получалось. То есть, ну не садится и все, не получается. Например, в прошлом году, по-моему, я связала хороший нормальный свитер-джемпер, но пряжа не подошла, потому что оказалось, что вау, меринос с хлопком может колоть. И я в итоге его полностью распустила, и у меня лежат смотанные все эти клубочки. Его никто не носит, потому что это не просто у меня муж, у мужа чувствительная кожа. Она действительно колется, потому что я померила на себя, и для меня она тоже колется. Я подпишу название пряжи, я забыла, как она называется. Но это моточка, не бобинная пряжа. Я сейчас в основном вяжу из бобинной, а тогда еще нет. И в этот раз я хочу связать ему джемпер. Решила не сильно париться, потому что в тот раз я вязала его погоном и перевязывала раза четыре, мне кажется, чтобы нормально сел погон. Я решила связать его просто регланом. Так будет всяко попроще. На основании своего джемпера-свитера регланом, который я вязала в прошлом году. Вот где-то здесь тоже снова ставлю фотографию этого джемпера. На основании он будет потому, что вязать я буду из той же пряжи, потому что я ее проверила, я ее поносила. Даже там те части, которые касались моего голого тела, мне ничего не кололось. Мы проверили, поприкладывали и к шее, и к лицу. Вроде ничего не колется. Все нормально, потому что это, мне кажется, чуть ли не самая мягенькая пряжа из всех, которые я пробовала среди мериносов. Поэтому, ну, будем пытаться. И пряжа это у нас новая Суперлана Артикул Белмор. Это снова стопроцентный кардный меринос. Она уже до стирки очень мягкая, но после стирки это вообще просто что-то нереальное. Я помню, как я ужасно удивилась от того, насколько сильно он раскрылся, и насколько он стал мягкий и приятный, и такое драпирующееся полотно. В общем, я готова пить оды этой пряжи. Если где-то еще найдете в этом, в любом другом цвете, берите, точно не пожалеете. Это довольно толстенькая ниточка 500 метров на 100 грамм. И я вязала ее на руках в две нити, то есть в 250 метров на 100 грамм. По-моему, на спицах номер 5. Я еще пока не вязала образец, потому что я думаю, что, может быть, у меня изменилась плотность. На всякий случай свяжу из этого оттенка. Но себе я вязала вот из этого моточка. У меня здесь 70-80 грамм осталось. Но об этом цвете я чуть-чуть попозже расскажу, зачем он мне может пригодиться. Собственно, джемпер планирую обычный, просто лицевой гладью, просто регланом. Главное, чтобы он сел и не кололся. Там не так много критериев. И я надеюсь их все выполнить. Плюс вязаться он будет, скорее всего, быстро, потому что это пятерка. Плюс это реглан по кругу. Опять-таки, тоже все быстро. Поэтому надеюсь, что это изделие я точно этой осенью начну и закончу. И третье плечевое, хоть я и отношу его к планам, это будет доделка. Я начинала его вязать в июле, потом забросила, и вот сейчас осенью хочу связать. И поскольку на канале я про него ни разу не говорила, поэтому расскажу вам с самого начала про этот кардиган. На просторах Пинтереста, естественно, я увидела вот такую вот картинку. Я настолько обалдела от сочетания бабушкиных квадратов, спиц и молнии, что я поняла, что мне нужно связать что-то такое же. Я начала искать, переходить дальше по ссылкам, но в целом я так и не смогла перейти на сайт человека, который это дело вязал. Потому что там почему-то разный аккаунт девушек. Возможно, потому что кто-то вязал по описанию, а кто-то настоящий создатель этого описания. И я не смогла его найти. Ну, в целом, я не могу покупать зарубежное описание. Я не знаю, если вы умеете это делать с русской карты, расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вы это делаете. Но я так и не научилась, поэтому вязать я буду просто по картинке. Ну, вот так увидела картинку, связала. Для этого изделия я подобрала две пряжи. Они у меня тоже были в наличии. Это два артикула. Первый это у меня Зене Баруфа Макси. Это стопроцентный гребяной меринос. Он у меня лежал, мне кажется, год или два. Я все не знала, куда его применить. И вот решила связать из него такой яркий кардиган. И к нему в подмод я добавила махер на полиамиде. Это очень мягенький махер на полиамиде. Мне кажется, это самый мягкий такой артикул из всех, что я пробовала. Но производителя и метража я не знаю, потому что он закончился на том магазине, где я покупала. И у меня почему-то нет ссылки. Если я найду, я оставлю. Но это здесь 100% гребяной меринос. Это махер на полиамиде. Здесь, мне кажется, метраж где-то 1000 метров на 100 грамм. Здесь метраж 190 метров на 100 грамм. То есть он довольно толстенький. И я связала 16, по-моему, даже больше вот таких вот квадратов. То есть мне было скучно. Я никаких расчетов еще не делала. Я просто навязала большое количество этих квадратов. Из этих двух ниточек вязала я на крючке 5 миллиметров. Мне кажется, очень классно получилось. То есть я их все связала и постирала, заблокировала. Мне кажется, это уже постиранные квадраты так выглядят. Вот. Мне все нравится. Мне нравится узор, который я подобрала. Я просто вбила на ютубе мотив бабушкиными квадратами или что-то такое. Просто мотив крючком. И вот связала вот такие вот мотивы. И на их основе я буду составлять вот это вот описание и по нему вязать. У меня вот здесь получается диаметр 17 сантиметров. И получается на основе этого я буду считать, сколько мне там нужно довязать снизу, сверху. Как ей сделать проймы, как вывязать рукава и все такое. Единственное, за что я переживаю, это то, что я ни разу не вшивала молнию в вязаные изделия. Мне уже который год очень хочется связать что-то на молнии. Но я почему-то ни разу этого не делала. Но мне кажется, в интернете есть все мастер-классы, любые. И поэтому я думаю, что я справлюсь и с молнией, и кардиган мы тоже получим. Возможно, он просто будет готов не осенью, а ближе к зиме. Но хотя бы главное начать. И теперь давайте перейдем к аксессуарам. Начнем с шапки для меня. У меня очень мало шапок. Точнее, одна шапка, которую я ношу. Я связала ее в прошлом году уже, мне кажется, весной. То есть довольно поздно. А до этого времени я все мучилась и не могла подобрать себе никакую нормальную шапку. Моя идеальная шапка, которую я ношу, выглядит вот так. Казалось бы, да, это просто бинни. Да, это просто обычные бинни с отворотом. Но из-за того, какая у нее макушка, вот такая рельефная, мне почему-то стало нравиться, как она выглядит на моей голове. Все остальные шапки мне вообще не подходят. И у нее, видите, она такая немножко заостренная, и поэтому она так красиво торчит. Но я в этом году купила себе серое пальто, и я хотела бы себе шапку другого цвета, чтобы она подходила под большее количество вещей, и чтобы была более универсальная. То есть примерно точно такая же, но более универсальная. Поэтому я решила связать черную шапку. Да, я ненавижу вязать из черной пряжи, но будем вязать из черной пряжи. Вот такая вот у меня черная пряжа, тоже стопроцентный меринос. На бобинке у меня здесь ничего не подписано, но это стопроцентный гребяной меринос. Метраж у нее 350 метров на 100 грамм. Шапку свою предыдущую я вязала из пряжи метражом 190 метров на 100 грамм. То есть если я ее сделаю в два сложения, то будет примерно то же самое. 175 на 100, я думаю, что нормально подойдет. Вот, потому что, ну, ниточка сейчас довольно тоненькая. Но если в два сложения сделать, то я думаю, что хорошо подойдет. То есть буду вязать по своему же мастер-классу. У меня на бусте есть, по-моему, за 100 рублей это описание по тому, как я вязала эту шапку. Можете перейти и посмотреть. И если вам вдруг интересно, чтобы я сделала видео мастер-класс по этой шапке, то тоже напишите об этом в комментариях. Мало ли, вдруг есть те люди, у которых есть такая же боль с шапками, и вдруг эта модель шапки вам тоже подойдет. И я вам не сказала, что это за пряжа. Это Лана Гатта Хармони. Да? Да. Цвет черный. Следом идет еще один обязательный аксессуар, который я хочу связать этой осенью. Это перчатки для меня. Здесь у меня есть несколько вариантов пряжи. Я не хочу специально для перчаток что-то докупать. Конечно, было бы классно связать перчатки из кашемира, но, насколько я понимаю, 50 грамм от бобинки не отматывают, поэтому нужно будет покупать сразу много. И, в общем, я решила не париться и связать что-то из другой пряжи. Это будет либо из стопроцентного мериноса, про который я вам уже рассказывала, который очень мягенький, из которого я вязала себе свитер, либо это будет стопроцентный ягненок, из которого я вязала кардиган себе в прошлом году. Но вот здесь я бы, конечно, с радостью связала такие классные красные перчатки. Мне кажется, они бы очень круто смотрелись. Конечно, можно связать и те, и те, и эти. Но вот здесь я переживаю, что мне не хватит пряжи. То есть я из этой бобинки, у меня была бобинка в 500 грамм, я из нее связала себе кардиган, свитер, точнее джемпер дочки своей подруги, и у меня еще 30 грамм осталось. И мне кажется, что, наверное, должно хватить на перчатки, но я прям не уверена. С другой стороны, почему бы и не попробовать, потому что, ну, из 30 грамм пряжи что еще связать, если не перчатки? Может быть, попробовать начать вязать перчатки, если не хватит, то связать митинги? Не знаю, что думаете вообще по этому поводу? Просто мне кажется, что серый с красным очень хорошо сочетается. А как я уже выше говорила, у меня есть серое пальто, которое я себе купила. И красные перчатки будут красиво с ним смотреться, я думаю. Либо у меня есть еще вариант, я сейчас уже не пойду приносить эту бобинку, но у меня есть такая темно-сливового цвета бобинка, из которой я вязала себе жилет в прошлом году. Фотку жилета давайте я вам вставлю. Жилет классный, пряжа классная, но она суховата в работе, с ней довольно тяжело работать. И у меня ее осталось грамм 300, наверное. То есть, по идее, сейчас я бы смогла связать из нее еще один жилет, а если я украду на перчатки грамм 50, то уже, может быть, и не хватит. Поэтому, наверное, буду выбирать из вот предыдущих двух артикулов, про которые я вам сказала. И по поводу перчаток, я в этот раз хочу попробовать связать перчатки от пальчиков. Все почему-то очень хвалят мастер-класс от Анны Пау, и я решила все-таки попробовать. Я до этого вязала всегда по мастер-классу Лана стильное вязание, у нее есть перчатки обычные и перчатки без пальчиков. Вот по ее мастер-классам я вязала, но в этом году хочу попробовать связать уже в обратную сторону. Посмотрим, получится ли. И дальше у меня очередное изделие. Это не изделие с нуля, а перевяз. И я хочу перевязать вот этот вот шарф для мужа, который я вязала. Хотя вот смотрю на него, и сейчас уже не уверена, что буду его перевязывать. Собственно, это было первое изделие, которое я связала на пятой ниве. Это, я вам не подскажу уже даже, что за пряжа, но это стопроцентный меринос. И мне кажется почему-то, что он плотноват, что он забит получился. То есть, когда я его связала, я поняла, что на вторую стирку он получился очень забитый. Я не знаю, видно вам или нет, но через него даже вообще ничего не просвечивается. С одной стороны, кажется, что шарф, наверное, такой и должен быть. С другой стороны, хочется мне немножко воздуха добавить, чтобы оно было какое-то более драпирующееся, а не настолько стоящее колом. Поэтому, не знаю, это я закидываю себе как такую галочку на подумать, нужно или не нужно перевязывать. Муж говорит, что все норм, забей. Не надо тебе ничего делать. Но я не знаю, я подумаю. Потому что я шарф ему хотела либо еще один связать, либо перевязать этот, поэтому не знаю. Хотя вот так смотрю, в целом нормально. Если еще убрать шерсть миллиарда котов, которую я, кстати, чистила перед началом этого видео, то вообще, ну, вроде и нормально. Но на всякий случай запишу это себе как план, а выполню я его или нет, мы уже узнаем позже. По бобинкам это все, из чего я хотела связать. И теперь мое любимое, у кого-то нелюбимое, но надеюсь, что вы тоже любите этот тип изделий, это носочки. Поговорим про носки. Сильно много планировать не буду, потому что носков я вяжу и так огромное количество, просто они скончаемые. У меня всегда сейчас несколько носков в работе, то есть пока летом я ничего не вязала, я вязала только носки. То есть у меня там могло быть три пары в параллели, и я их вяжу, 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 вяжу. Когда в этом году буду снимать носочную коробочку, вы удивитесь, насколько это много. Для меня много. То есть для кого-то там у меня сейчас 12 или 13 пар, для меня это очень много, с учетом того, что штук 5 я уже раздарила, и вам просто не покажу. Поэтому получается классно. На осень я сильно много планировать не буду, чего-то такого особенного, но расскажу, покажу артикулы, которые я хочу попробовать, точнее покажу цвета. Вот этот вот цвет Alize Comfort Sox, мне кажется, очень осенний, и зеленый, и синий, и коричневый. Мне кажется, осень для меня выглядит именно так. Это у нас, давайте на всякий случай назову состав тому, кто не знает, это 100 грамм на 420 метров, это стандартная носочная пряжа, турецкая от Alize. Цвет этой пряжи 27.01. Мне кажется, он очень осенний, я не знаю, как он будет выкладываться в жаккард, я специально не смотрю, как они выкладываются. У Alize они чаще всего примерно одинаковые, поэтому я не думаю, что там будет что-то такое супер специфическое, но в целом сочетание цветов мне нравится, поэтому хочу с ней поработать. Alize все еще является моей самой любимой носочной пряжей, и не из-за цены, а из-за того, какая она в работе, и как она носится. Мне она правда очень нравится, то есть если мы сравниваем и среди турецких производителей, она мне больше всего нравится, и я сравнивала с другими производителями, она мне тоже больше всех нравится. И еще у меня в топе Грюндель, мне нравятся Грюндель и Alize, вот топ-две моих пряжи. Я, наверное, неженка, потому что это довольно мягкие и приятные ниточки, что та, что другая. Наверное, я просто не люблю чего-то такое шерстяное, шерстистое, что-то вроде реги. И я хочу себе сразу запланировать хеликсы. Скорее всего, я буду вязать по мастер-классу теплой Маше теплый хеликс. Они называются. Я уже попробовала связать одну пару по этому мастер-классу. Я в восторге. В каком-нибудь следующем видео в готовых работах вам покажу свои первые носочки по этому мастер-классу. Кто еще не пробовал, пожалуйста, попробуйте. Он замечательный. Я, если вы довольно давно меня смотрите, я люблю нехорошо отзываться о мастер-классах, но у Маши они правда классные. Мне очень нравится. И все у меня по нему получается. С теплого хеликса я хочу извязать свои остатки. У меня есть несколько вариантов. Я хочу извязать вот этот вот Alize Comfort Socks. Не подскажу, какой это цвет. Связать хочу с каким-то из вот этих вот трех оттенков. Либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот. Замечательно, да? Я вам называла Супер Блогер. Давайте я вам цвета назову. Это у нас Alize Artisan. Примерно то же самое, что Alize Comfort Socks. Чуть-чуть она помягче. Ну и все. Все остальное здесь то же самое. Состав, метраж такой же. Это у нас цвет 433. Вот этот вообще прям очень мне нравится оттенок. Это у нас цвет более такой оранжевый, более детский 336. И вот этот вот цвет очень классный зеленый фисташковый. Это 11 цвет. Вот. И думаю, что сочетать буду вот с этой вот пряжей. Мне кажется, что в таком вот хеликсе будет классно смотреться. И еще один вариант у меня есть. Это связать вот этот вот хеликсом. Здесь, правда, маленький остаточек. Возможно, получатся короткие носочки. Но куда-то же деть его нужно. Здесь вот внутри есть такой как раз-таки похожий оливковый оттеночек. Вот связать тоже либо вот с этим цветом, либо опять-таки сочетание вот такое. Вот такое сочетание. Опять-таки этот оранжевый вот с этим цветом. Не знаю. В общем, я специально подобрала все такие цвета прям осень-осень. почему-то вот мне такого захотелось, потому что до этого вот то, что вы можете видеть, что у меня плечевые, они в таких неосенних цветах. То есть, у меня очень много розового. Сейчас я довязываю носки, они ярко-розовые. Кардиган я вижу ярко-розовый. Поэтому носочки хотя бы я хотела бы связать в классических осенних цветах. В общем, я думаю, что по планам это все. У меня их не очень много, мне кажется, получилось. ну как, три плечевых и еще много аксессуаров. На самом деле, три месяца пролетят так быстро, что я даже не замечу. И, скорее всего, половину из этих планов связать не успею. Но хотелось бы все из этого связать. То есть, это же не 10 плечевых, которые я себе напридумывала, а всего лишь три. Поэтому буду надеяться, что все получится. Плюсом еще к этому у меня же это большие спицы, либо это вязание на машине. Поэтому мне кажется, все будет нормально. Еще одни носочки, про которые я вам не рассказала, которые я хочу связать, они не осенних цветов. Ну, ничего страшного. Но это тоже, опять, сочетание, которое мне нравится. Красный с серым графитовым. Это больше такой малиновый цвет, не бордовый, а это как раз-таки самый настоящий графитовый. И я бы хотела связать вот их сочетание, но я пока не знаю. Я бы хотела либо, опять-таки, теплый хеликс по мастер-классу связать, либо связать жаккардом. Но я пока не уверена, я побаиваюсь связать жаккардом носочки, потому что у меня был неудачный опыт, когда я все перетянула суперсильно, поэтому не знаю. Но, с другой стороны, было бы, наверное, очень красиво жаккардом связать переход от одного цвета к другому, и было бы, наверное, классно. Если решусь, будет тот вариант, если нет, то пойдем по проторенной дорожке и свяжу просто хеликс. На этом у меня все планы, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, как вы думаете, это много планов, мало, выполню я их за три месяца или не выполню. Для кого-то много, для кого-то мало, все мы разные, вяжем в разной скорости, и времени у нас, естественно, разное количество. Я очень рада снова вернуться на канал, надеюсь, не буду пропадать так надолго, ну, по крайней мере, до следующего лета точно я с вами. Если не хотите меня так надолго терять, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там в телеграме я писала о причинах, почему же я пропала, было несколько постов на эту тему, поэтому, чтобы нам не потеряться, подписывайтесь на мою телегу. И в конце, если кто-то еще досмотрел до этого момента, я хотела задать вам вопрос, напишите, пожалуйста, в комментариях, на какие другие площадки вы бы перешли за мной или за любым другим блогером, на которые нам приходится переходить так или иначе из-за ограничений по ютубу. То есть, это либо рутуб, либо вконтакте, либо дзен, либо, может, еще какие-то другие варианты. Я не знаю, что делать, поэтому хочется присутствовать, хочется общаться с вами, и я вот пока думаю, на какой площадке это все делать. Еще раз всем спасибо большое за просмотр, всех обняла, и пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова